Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 3 апреля. День Фомы. Святитель Фома жил в 7 веке. Был избран патриархом Константинопольским. В годы его патриаршества было явлено грозное знамение. Кресты, которые несли во время крестного хода, стали без видимой причины колебаться, ударяться друг от друга и разламываться. Предвестие означало раздоры и беды. Фома обратился к пастве с мольбой, с просьбой молиться о том, чтобы Бог взял его душу раньше, чем случится предсказание. После его смерти церковь охватили многочисленные ереси. Этот день имеет еще несколько названий. Кирилл Катаник. Катальник. Это название дано в честь святого Кирилла, епископа Катанского. Он сотворил много чудес. Вот одно из них. В той местности, где он жил, был источник с горькой водой. Святой Кирилл, помолившись Богу, переменил горечь этого источника на сладость. Также он подает исцеление в этот день тем, кто обращается к нему с верою. В этот день оканчивается санный путь. Санки убирали до следующей зимы. Валенки меняли и обувь. По мокрому снегу в валенках далеко не уйдешь. Валенки меняли на берестяные лапти. В это время к домам людей снова приближались вредные духи, которые могли проникнуть в дом через грязную колодезную воду. От них можно защититься с помощью золы и печных углей. Угли хранили в себе тепло и силу пламени, которая изгоняла этих духов. Сегодня брали из печи уголь или золу, заворачивали в трапецию и прикладывали к больному месту. Использовали сегодня и заговоры. Если человек заболел, то его три дня парили в бане. Все это время он должен был говеть, то есть спаститься и посещать церковь. Следующие три дня надо было ходить по улице, не покрывая голову. На четвертый день звали знахаря. Он поил больного водой, в которую добавлял горячий уголь или золу. В это время знахарь читал заговор. Приметы. Если сегодня гроза, год будет урожайным. Комары появились, жди потепление. Если лед стоит еще на водоемах, весеннего лова рыбы не будет. Желтые лучи, идущие от солнца на восходе, к хорошей погоде. О том, что лето будет дождливым, предвещал бегущий обильно березовый сок во время его сбора. 28 лунные сутки. Ввиду того, что энергетика этих лунных суток очень благоприятна и гармонична, ее олицетворяют с лотосом. Сегодня поддерживайте у себя приподнятое возвышенное настроение. А чтобы удержаться на волне гармонии и благости, которую несет этот день, контролируйте свои эмоции. Обязательно сделайте себе праздничный обед из красивой, вкусной и легко перевариваемой пищи. Не следует сегодня тяжело физически трудиться. Все должно идти легко и радостно, доставлять удовольствие и не нарушать гармонии окружающего вас мира. Сегодня снятся вещи и сны. Отнеститесь ко всему, что вам приснится серьезно. Ведь сны, как говорили древние мудрецы, это послание нам из будущего. Субтитры создавал DimaTorzok